В эфире информационная программа Пульс города в студии Екатерина Иванова Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске Яркие пятна на фоне хмурого лета В Кандалакше продолжается капитальный ремонт Многоквартирных домов Выборы депутатов в Зареченске и Зеленоборском Кандидаты зарегистрированы, гонка начинается Без паники в городе проверят систему оповещения граждан Без паники в Кандалакше проверят систему оповещения граждан Испытания намечены на 7 августа Как уточнили в Управлении по делам гражданской обороны Проверка автоматизированной системы оповещения граждан Будет организована 7 августа Причем во всех населенных пунктах Мурманской области Ровно в 11 утра планируется осуществить запуск электросирен Кроме этого, по уличным громкоговорителям и радиоприемникам Будет доводиться информация об обстановке И порядке действия населения В случае возникновения нештатных ситуаций На календаре уже 6 августа И шансов на возвращение в наши северные края Лето почти не осталось В ряде муниципалитетов Заполярье Показатели среднесуточной температуры воздуха Не превышают 8 градусов По этой причине было принято решение О досрочном начале отопительного сезона В регионе пока оправдано На социально значимых объектах И только там, где подача теплоносителя Технически возможна Решение о начале досрочной подачи тепла На социально значимые объекты Принято на уровне регионального правительства Так, с сегодняшнего дня должно потеплеть В поликлиниках, больницах, детских садах И учреждениях социального обслуживания Областного центра, Ковдоры и Оленигорска Работа по подключению объектов К теплоносителю, как уточняется Будет продолжена и в других муниципалитетах Но при условии наличия технической возможности Что же касается жилых объектов То надежды на досрочное начало отопительного сезона Нет, теплоэнергетики сейчас проводят Плановые работы по ремонту и замене Участков тепловых сетей Одновременно с этим идет подготовка Внутридомовых сетей к работе в зимний период Ровно через месяц в Мурманской области Пройдут выборы губернатора Регистрация кандидатов завершена 8 сентября жителям нашего региона Предстоит сделать выбор В пользу одного из шести претендентов На высокий пост Также 8 сентября В ряде муниципалитетов Мурманской области Пройдут выборы в представительные органы власти А именно в советы депутатов В Кандалакшском районе обновление требуют Советы депутатов в Зеленоборском и Зареченске Предвыборная гонка там уже, можно сказать, началась Накануне территориальная избирательная комиссия Завершила регистрацию кандидатов Согласно официальной информации В борьбу за кресло депутатов В Зареченске были готовы включиться 13 человек Семеро из них – представители Единой России Остальные члены партии ЛДПР Самовыдвиженцев в Зареченске не было Конкурс в Зеленоборском посерьезнее Депутатских кресел только 10 А претендентов было 26 С предвыборной программой каждого из них Северяне смогут ознакомиться в ближайшее время Агитация в СМИ начнется со следующей недели Отметим, что выборы в поселениях А точнее их исход вызывает интерес Поскольку те, кто войдет в состав Вновь сформированных советов депутатов Смогут принимать участие в работе Уже Совета районного Он, напомним, согласно уставам Сформируется из делегатов от поселений Пять депутатов из Алакурти Пять из Кандалакши И по пять депутатов из Советов Зареченское и Зеленоборского Яркие пятна на фоне хмурого лета В Кандалакше продолжаются работы По капитальному ремонту 11 многоквартирных домов Работы на всех 11 объектах Начались практически одновременно Результат не заставит себя ждать Так, на Пронино-7 капитальный ремонт Выходит на завершающую стадию Несмотря на ненастное лето Строители справились с поставленной задачей Раньше намеченного срока Заменили кровлю Покрасили фасад Двухэтажка преобразилась По-новому скоро будут выглядеть И дома в центре Кандалакши Фасадные работы ведутся сейчас На Первомайской 55 и на 50 лет октября 12 еще на 8 домах Продолжаются мероприятия По замене внутридомовых систем И кровель До середины сентября Подрядчики должны сдать объекты Родителям будущих первоклассников Компенсируют затраты На подготовку детей к школе Кандалакшский центр социальной поддержки населения Уже начал прием документов Для начисления соответствующего пособия Его размер в этом году Составляет без малого 4,5 тысячи рублей Уже не первый год в Мурманской области Действует такая мера социальной поддержки Как единовременная выплата семьям Где есть дети-первоклассники Выплата предоставляется Одному из родителей Для покупки одежды, обуви И школьных принадлежностей Оформить выплату можно в период С 1 июня по 31 октября включительно Право на единовременное пособие Имеют семьи, чей среднедушевой доход Ниже полуторакратной величины Прожиточного минимума Установленного правительством Мурманской области Подать заявление и документы На получение пособия Можно в Центр социальной поддержки населения По месту жительства Или в МФЦ И это все, о чем мы успеваем Вам рассказать сегодня Впереди короткий блок коммерческой информации И прогноз погоды А я с вами прощаюсь до завтра Не пропустите Пульс города На ТНТ-4 Увидимся, как обычно, ровно в 19.00 Всего вам доброго И до встречи Субтитры создавал DimaTorzok